А перед началом видео хотел бы посоветовать вам отличный антивирусник от Grizzly Pro. Этот антивирусник защитит ваш компьютер от всех возможных вирусов, которые могут поступать от сторонних программ, так и просто из интернета. Антивирусник работает стабильно и плавно, не нагружает саму операционную систему. Кроме того, прежде чем купить антивирусник, вы можете его скачать к себе на компьютер на 35 дней. Это будет абсолютно бесплатно, вы сможете им попользоваться и понять, что это такое. Ссылка на сам антивирусник будет в описании к видео. Привет! Любому сайту необходимо иметь хостинг, а также доменное имя. В этом видео я расскажу вам, как выбрать это все для своего сайта. На своем опыте я убедился, что выбрать надежный хостинг для сайта – это все равно, что заложить надежный фундамент для дома. Пока все хорошо его и незаметно, но стоит с ним только появиться проблемам, как хостинг тут же выходит на первый план. Поэтому, если сайт даже самый полезный, удобный и интересный, хочет быть еще и популярным, то ему подойдет исключительно надежный хостинг от авторитетной компании. Если с доменом все просто, так как это просто названием вашего сайта, и вы сами можете выбрать его каким только захотите, то с хостингом все немного сложнее. Качественный хостинг – это хостинг, который незаметен в повседневном функционировании сайта. Его работу можно сравнить с работой лучших футбольных арбитров, которые мало свистят и вмешиваются в ход матча только тогда, когда это действительно идет по делу, но при этом строго следят за соблюдением правил, что в результате делает матч цельным, захватывающим дух и запоминающимся на долгие годы. Так и хороший хостинг должен предоставлять качественные услуги и надежно работать, несмотря на любые критические дни. И из этого можно отметить, что выбирать хостинг стоит только у крупных хостеров, так как они смогут вам обеспечить отличную поддержку сайта. Ясное понимание того, что нужно твоему сайту для нормальной работы, место на диске, базы данных, поддержка PHP, наличие MySQL и так дальше, сведут выбор хостинга для сайта всего лишь к поиску варианта, устраивающего тебя по цене, и избавить тебя от мучительных размышлений типа «а может вот этот, а может вот тот». Тариф для хостинга надо исключительно подбирать из характеристик вашего сайта. К примеру, на сайте есть базы данных и вам нужна поддержка PHP, значит и искать хостинг нужно добавляя эти параметры. И да, сразу скажу, что выбирайте платный хостинг. Бесплатный это, конечно, здорово, но получить прибыль от сайта, который находится на бесплатном хостинге, очень сложно и практически невозможно. Так что выбор хостинга должен состоять из таких пунктов. Это должен быть популярный, большой хостинг. Тариф должен соответствовать требованиям вашего сайта. Хостинг должен быть платным, но не стоит переплачивать за те услуги, которые вы не будете пользоваться. На этом все. Подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте, переходите на сайт itproger.com, все ссылки будут в описании к видео. До скорой встречи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok